Как вырастить кабачки? Кабачки это очень распространенная овощная культура семейства тыквенных. Они заслуженно считаются очень ценными дарами огорода, так как содержат массу полезных веществ, легко усваиваться организмом, активизируя при этом процессы пищеварения. К тому же этот овощ предложен в приготовлении просто отличного вкуса. Я очень люблю кабачки. На моем дачном участке, расположенном на Алтае, это неподалеку от Барнаула, кабачки занимают одно из почетных мест. Готовить грядку под кабачки я начинаю с осени, с выбора места. Стараюсь место выбирать так, чтобы у кабачков оказались хорошие предшественники. Лучшие предшественники для кабачков это картофель и фасоль. Неплохие капуста, лук, томаты, клубника. И вот на выбранное место равномерно вношу по 2-3 кг перегноя куриного помета и по ведру песка на 1 квадратный метр примерно. Песок добавляю, поскольку почва у меня на дачном участке очень тяжелая. В таком виде оставляю все без перекопки до весны. Ну, часть, конечно, азота улетучится с куриного перегноя, но в этом ничего страшного нет, кабачкам и так хватит. Чтобы получить сочные вкусные плоды пораньше, высеваю кабачки на рассаду 20-25 апреля. Можно сразу сеять в открытый грунт, но только уже попозже, 20-25 мая. Землю для рассады использую свою, садовую, опять же из-под хорошего предшественника кабачков, с добавлением на четверть торфа. Сею сразу в стаканчики по 2-3 семечка на глубину 5-6 см. Молоденькие кабачки регулярно поливаю теплой отстойной водой, держу их на солнышке, а как подрастут и окрепнут, прореживаю ножницами, оставляю по одному растению в стаканчике. К моменту высадки кабачки должны иметь по 2-3 настоящих листика. В этом случае они хорошо принимаются на месте и не болеют. И вот где-то в начале мая, в зависимости от погоды, хорошую погоду на выбранном осенью месте готовлю под кабачки обычную грядку, шириной около метра, с обоих сторон которой размещаю салат, редиску или рядок другой раннего картофеля. После их уборки в середине лета как раз потребуется дополнительное место для разрастающихся кабачков. Они очень сильно разрастаются. Вот в середине мая где-то высаживаю рассаду в грунт по центру грядки на расстоянии 50 см между растениями. Сразу устанавливаю над кабачками проволочные дуги, а на них закрепляю два слоя утеплителя. Первый слой укровное сельскохозяйственное нетканное полотно. Обычно я использую марку 60. А поверх него второй слой полиэтиленовой пленкой. Нетканное полотно использую для защиты от жгучего весеннего солнца и сильных ветров, а также при небольших заморозках. Полиэтилен поверх нетканого материала приходится устанавливать, когда наступают сильные ночные морозцы. А в это время они у нас не редкость. Ну, в нашем регионе, например, года два назад, 20-21 мая, похолодание было с вечера до минус 9. И такой мороз длился очень долго, до самого утра. Много у меня тогда чего замерзло. И вот в таких случаях приходится еще поверх всего перечислено укрывать грядку палаткой. В особенно тяжелых случаях даже сейчас я уже не рискую. Ставлю маленький обогреватель у меня специальный есть прямо под укрытие. И там тогда уж точно ничего не замерзает. Ну, как бы то ни было, к 15 июня все эти хлопоты заканчиваются. И все укрытия уже убираю на хранение. Кабачки быстро привыкают к свежему воздуху. Я сразу их прореживаю на расстояние, ну, где-то в один метр. Это довольно далеко друг от дружки, но они разрастаются очень сильно, поэтому это вполне нормально. Ну, при необходимости излишки рассады можно и пересадить на другое место. Теперь растениям до самой осени нужен обильный регулярный полив 2-3 раза в неделю. А в жару так и каждый день. Кабачки очень любят влагу. За сезон делаю для кабачков одну-две подкормки. Это в конце июня и где-то в середине июля. Для этого я использую раствор свежего куриного помета из расчета, ну, примерно одно ведро на одно растение. То есть на такую вот грядочку в 5 квадратных метров, ну, где-то 5-6 ведер. Ну, плодоносят кабачки всегда очень обильно, до самой осени. Я собираю плоды не больше 25-30 сантиметров в длину, такие, чтобы не переростки были. И только в конце сезона оставляю несколько крупных, чтобы они росли до самого конца. Вот, то есть они растут у меня, сколько вырастут, столько и растут. Для хранения в натуральном виде на зиму, чтобы они созрели полностью. И вот в прошлый сезон, например, у меня с грядки в 5 квадратных метров из 6 растений урожай был собран 147 штук. Последний сбор кабачков зависит от погоды. В эту осень это где-то было 13 сентября. Ну, такого количества кабачков хватило мне на все случаи жизни с избытком. Очень много пришлось даже раздавать, даже не знал, куда их делать. Часть кабачков пошла на переработку, кабачковая икра и тому подобное. Часть на засолку. Соленые кабачки, кстати, ненамного уступают по вкусу огурцам, если их правильно засолить. Часть я использую кабачков в замороженном виде. То есть режу их и отправляю в морозильную камеру, они там лежат. Ну, самое простое блюдо из кабачков делается следующим образом. Я частенько его делаю, потому что это очень легко. Это кабачки просто нарезаются на кусочки. У меня есть специально маленькая духовочка, ростер. Посыпаю их сыром, солю, ну, немножечко маслицей перед этим на листик. И вот 10 минут и получается очень вкусное блюдо из кабачков. Ну, приготовить кабачки несложно, очень хорошо. Они в тушеном виде тоже используются. То есть очень вкусно получаются. То есть кабачки тушеные с овощами. То есть тоже частенько я это делаю, тоже очень вкусно. Ну, как бы их не готовить, то кабачки никогда не подводят. Если они особенно качественные и делать все должным образом, с душой и проявить при этом фантазию, то блюдо получается очень красивое, вкусное и полезное. Свежих кабачков я оставляю примерно столько из расчета, чтобы их хватило, ну, где-то до января, до февраля. Больше я их не оставляю. Вот. Дело в том, что к этому времени, а кабачки я храню в квартире, пробовал их хранить в погребе. Ну, как их не храни, вот на мой взгляд, конечно, где-то после такого периода, то есть где-то после января, они уже немножечко теряют свой вкус. Хотя их, конечно, они целы, их можно использовать, и тушить их можно, и кушать их можно. Но вкус уже не тот. Поэтому я стараюсь уже столько их оставлять, чтобы они у меня кончались, ну, где-то к февралю. Но без кабачков я, конечно, никак не остаюсь. То есть у меня кончаются свежие кабачки, но у меня много замороженных в морозилке. Я достаю оттуда пакетик порезанных кабачков, сковородочку, добавляю свежих овощей, морковки, пастернак. Ну, там, в зависимости от того, что хочется приготовить, то они хоть с чем идут. Вот, добавляю иногда и перцы сладкие, замороженные, кукурузы хорошо туда бросить щепточку. И получается, как правило, очень вкусное блюдо. Вот такие замечательные овощи-кабачки. Рекомендую всем их выращивать и кушать на здоровье.